Настя, ты это видела? Настя, ну вообще... Я же просил бы из таких вопросов. Всем привет, это шоу Мамины подруги. Сегодня у нас Даша Дошик и Леша Янгер. Что же мы будем сегодня делать? Мы тоже задаемся таким вопросом. Правила игры очень просты. Герой отвечает на вопросы и параллельно ест еду. Классно. Ты знала правила? Нет, я читаю. В игре 4 раунда. В раунде по 3 вопроса. Побеждает тот, кто правильно и честно отвечает на вопрос. А также съесть самое большое количество еды. То есть надо параллельно отвечать на вопросы и есть. И тот, кто больше всего съест, тот и выбирает. Let's go! Let's go. Это в английском. Let's go! Ну что, приступаем? Есть? Я по-умному засучу рукава и приступлю к каннибализму. Так. Раунд первый. Гамбургеры. No, no, no. Доша. Гамбургеры. Какая самая сильная мышца у человека? Язык. Язык. Окей. Есть ли ты на OnlyFans? Нету. Что изобрел Томас Роулдонсон? Роул... Роул... Роулдонсон. Комиксы. Спасибо. А, я ем теперь. Давай, я задаю вопрос. Чем их больше, тем вес меньше. Что это? Это что-то умное. Давайте что-нибудь полегче. Я тебе не буду подсказывать, чтобы ты ел больше. У меня нет этих ответов. Они, видимо, не те. Ну вот это вот. Вот это вот что? Ну что это? Отверстие. По-другому? Дырка. Чем их больше, тем вес меньше. Что это? Нет. Дырек, дырек. Да. Дырек, да? Да. Я знал. Красавчик. Спасибо. На каком машинном знаке изображен пропеллер? А, Митсубиши. Нет. Я не буду подсказывать. Это что-то популярное? Да. Я не Митсубиши. Нет. Пропеллер. Как хорошо, когда я знаю тленты. Что такое? Ну, это вот так вот пропеллер. Ладно, подсказку. Три буквы. BMW? Да. Я знал. А где там пропеллер? Забей. Расскажи про твой самый жесткий пранк на людьми. Надо иметь правильный ответ? Ну, просто рассказывай. Самый жесткий пранк. Я взял салют. Большой. Большой салют. 25 зарядов. Высунул все изнутри. Завел Милохина в туалет. В шапке. И сказал, когда я скажу тебе, тогда ее снимешь. Он ее снимает. Я поджигаю фитиль и кидаю ему салют. И закрываю его в комнате. Он орал просто. Типа орал. Выпусти меня, выпусти. Но фитиль догорел. Он понял, что он не стреляет. Я уже испугалась. Я думал, он будет прыгать, ногами убить. Нет. Все окей. Все было под контролем. Но это самый жесткий, наверное. За последнее время. Какой ужас, бедный Даня. Так, интересно. Теперь я ем, да? Да, начинай. Я тоже съем бургер. Доширак. Доширак. Ладно. Дошик типа из Дошик, прикиньте. Это ганнибализм или каннибализм, я не помню. В каком городе спрятались мужское имя и страна света? Это ж легко. Мужское имя. БМВ тоже легкое было. Давай не надо. Владивосток. Ну, Владивосток, это логично. Суммы углов треугольников. Ну, это все знают. 90 градусов. А давай еще раз. 180. Блин, да это легкие. Это как будто ты школа вернулась. Но вот Владивосток, это это круто, конечно. Ну. Я бы сидел, тупил, плакал, просил мне, чтобы мне подсказали. Все как обычно. Собираешься ли ты делать пластические операции? Даша, которая уже сделала. Нет, кстати, ни одной. Хотела бы? Ну, может, грудь увеличить или что-то еще. Я не знаю, что там девочки делают. А, подожди, хотя да. Нет, Даша, не надо. Я бы хотела увеличить себе губы. И все. А это считается пластической? Да. Только там же просто накачивают. Даже мужики это делают. Ну, накачай. Окей, вызов принят. Все вроде. Кажется, ты собираешься. Ну, да, собираюсь. Я хочу просто губки подкачать чуть-чуть, потому что у меня они разного размера. Чтобы они одинаковые были. Блин, его такие здоровые. Чтобы не Джесси пласти, а просто нормальные обычные губки. Ну, ладно. Мама увидит это видео, меня убьет. О, кушай. Кушай, я надеюсь. До каких пор можно зайти в лес? До каких пор можно зайти в лес? Да. Ну, пока он не закончится. Нет. Ну, пока ты вот перед первым деревом, мне кажется, все, ты зашел. Подожди, еще раз. Повтори. Ну, типа, до первого дерева. Нет. До каких пор можно зайти в лес? Ну, пока ты не зайдешь. Ну, это сложный вопрос, нет. Ну, это логические загадки. У меня с ними все туго. До леса. До начала леса. Так, уверен, сказал. До леса. До конца леса? Нет. Это даже вот до слова посередине леса. А какое слово посередине? До леса. До слова посередине леса. До слова посередине леса. Это не подсказка? Мне плохо. Дайте воды. Ну, а что? Я туплю. Вы найдете, все как обычно. Что? Что там? До середины леса. Я даже сейчас не понял. А почему? Ну, до каких пор можно зайти в лес? До середины леса. Потому что, если ты только зайдешь, это будет начало леса. А если ты уже пройдешь, это будет конец леса. Да? Типа понял. Типа понял, понимаю. Я не понимаю, ребят. А, ну сложный вопрос. Тебе дали много времени, чтобы съесть-то нечестно. Да, давай. В каком году придумали попытки? В семнадцатом. Нет. В этом? Нет. В девятнадцатом? В девятнадцатом? Нет. В восемнадцатом? Нет. В шестнадцатом? Нет. В 2021? Давай я тебе дам пять попыток. Хорошо. Три попытки, три попытки, давай. В четырнадцатом? Нет. В тринадцатом? Да? Ну, я сразу знал. Ладно. А, сразу знал. Пятнадцать, семнадцатом? Кто там нарезает? Ты что ешь? Стой, еще вопроса не было. Куда, 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 молодой человек? Я просто... Ну... Я поняла, вкусно очень. Пришел поесть. Расскажи про самый дорогой подарок, который ты подарил. Я не знаю. Себя. Да, понятное дело, себя. Самый дорогой. Лучший мой подарочек это я. Вот именно. Да, да. Нет, я, наверное, на самом деле, кстати, я вспомнил, наверное, это какая-нибудь сумка Луи Виттон маме. Да, я не знаю, зачем. Вот я под... Самый прикол, подарил маме эту сумку. То есть сумка Луи Виттон дороже, чем ты? Да нет, наверное, где-нибудь, если мне продавали, я бы, наверное, дорого стоил. Типа органы, да и в целом как-то неплохо. Я тебя поняла. Неплохо. Это просто, что вспомнил. Вот, но самый прикол, короче, подарил эту сумку и вот это вот понятие мамы. Она до сих пор у нее лежит упакованная. Просто ни разу она ее не брала. Ну, потому что это такая сумка, кстати. Ну, куда? Это нужен какой-то повод. Все, а будут еще вопросы? Не знаю, скорее всего. О, давай, давай ты. Я уже дошенько объелся. Подожди, пончики? Пончики, бро. А это не паурсаки? Я думала, все, Казахстан алга. Как ты сказала, подожди? Паурсаки. Казахстан алга. Ты что? Это тесто с воздухом. Сейчас проклянула, по-моему, ребятам. Это Барсталтаки, Казахстан угла. Казахи великий народ вообще. Ну, казахи крутые ребята, да. Слово, слово, в котором пять букв Е и никаких гласных. Пять букв Е. Да, и никаких гласных. Этого человеку, который живет в Казахстане, ну, типа, ну, камон. Откуда она будет знать это слово? Я не знаю его. Логику надо включить сейчас. Еще раз. Слово, в котором пять букв Е и никаких гласных. Да, все правильно. Ну, прям вкусно. Я такого слова не знал. Пять букв Е и никаких гласных. Да. Ну, нет, знал, но я не пользовался никогда. Это что-то, какое-то слово, которое я знаю, но забыла. Ну, нет, вряд ли, типа, ты по утрам его говоришь, или хотя бы каждый... Вряд ли ты его вообще говорила в жизни. Да. Ну, или... Ну, я не знаю, какой должен быть, ну, типа, момент. Да нет, нет, можно, можно. Может быть, кто-то говорил. Так, может быть, или кто-то говорил. Короче, да, может быть, я вообще не разговариваю, у меня маленький словарный запас, и я его не говорил. А ты, может быть, каждый день им пользуешься и называешь кого-то так. Это... Давай, давай я тебе скажу первое... Если это не эквилибристика, я не знаю, что это за слово. Как повтори. Эквилибристика. Эквилибристика, ну да. Это же англирует. Эквилибристика. Тика, да. Ну нет, мы подгоняли под правильный ответ. Там И была. Была, да, все-таки. И никакие гласные, опять буквы Е. Короче, давай так, Пере. Это начало. Это начало слова Пере? Пере. А я сейчас как будто бы как с лесом подсказать. Пере, середина и ец. Пере. Это маты? Мама, я не матерюсь, я хорошая. Это меня заставляет. Пере. Середина и ец. Перевел тем, молодец. Перец. Ну, перец это получается, но середина еще есть. Там, короче, скажи слух, у нас можно материться. Можно же? Нельзя. Да, у нас можно материться. У вас можно, а мне дома потом точно это слово будет. Мам, а я не буду говорить маме, что я снимался где-то. Она из-за не посмотрит и поэтому. Пе, а я не знаю. Короче, давайте подскажу. Давайте подскажем, Даша. Пе, пере. 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 Пере, перездец, что нет. Короче, это Даша и, как вы, Даша следопыт. И кто там помощникой был? Башмачок. Обезьянка. Это в казахской версии? Нет. Башмачок. Башмачок. Нет, это рюкзак. Так у него и карта, и рюкзак, у него полдеревни говорящая. Деревня скрытого листа. Ты в курсе вообще? Я не знал, что ты настолько там лис вырывал, да. Забили хрен, переселенец. Часто ты пользуешься таким словом. Я его вообще даже не знал. Вы знали слово переселенец? Слово эквилибристика лучше звучит. А, эквилибристика, ты типа можешь понтоваться, что ты умный, знаешь такие слова. А слово переселенец, ты как будешь им понтоваться? Ну типа зачем? Хорошо, если ты понтуешься, объясни, что такое эквилибристика. И следующий вопрос. Первый президент России. Тебе как жителю Казахстана надо знать. Сейчас, подожди. А ты знаешь? Брежнев. Нет, там другое, там чуть-чуть другое. У меня нет ответа на это, но я знаю. Потому что я... Это не Брежнев? Своей страны. Нет, нет, это не Брежнев. А кто это? Подождите. Кстати, начинается на... Сейчас. Помнишь пять букв в прошлом этом раунде? Начинается на вот эту букву. Е. Ну? На букву Ельцин? Все правильно. Я плохо знаю историю России. Простите, я из Казахстана. Ну, да, тебя простите. Но вот если бы я не знал. Многие подписчики восхищаются твоими формами. Натуральная ли у тебя грудь? А почему Даша сейчас сидит у нас здесь в кофсе? Подписчики, которые посмотрят это, как они будут восхищаться? Да я, по-моему, отвечала, что он не делал операции. Я думаю, натуральная. Натуральная? У меня натуральная грудь. Хотела бы ты уменьшить грудь. Какой? У тебя четвертый размер? Спасибо, мама. Ну, а, ребят, вы не смотрите, у нее парень есть. Да. Парень с четвертым размером. Ай. Короче, а хотела бы ты уменьшить грудь? Было желание. Реально? До двоечки хотя бы. Потому что реально не было. Они очень тяжелые, у тебя плечи под ветер вообще умирают. И спать на животе нереально. Это тебе... Я, наверное, в кадре такая красивая. Да, всегда. У тебя глаза большие. Широкая душа. Спасибо. Никита, слышал? Я в кадре прямую. А, були ли тебя в школе за это? За грудь? Да кто булит? Хвалят обычно. За грудь? Нет. А, нет. Меня один пацан назвал коровой с выменем. Из-за того, что у всех одноклассниц был, ну, типа, первый, там, второй. Ну, любой, минус третий. Ну, второй был у одной девчонки. У остальных в основном первый. А у меня уже на тот момент третий был. И я, когда на физре бегала, все пацаны... И девочки, фу, корова, фу, корова. Я так и понятно. А, кстати, никакой учитель тебе не подкатывал? Трудовик. Ему было 54. Он даже на физру приходил, когда вы занимались. Да? Нет, трудовик с физруком бухали. И потом, когда сидели вот так вот, выглядывали из-за кабинета, я бегала, и они... Перова, молодец! Калышавчики. Блин. Круто. Наверное, круто иметь большую грудь, короче, да? Это плюс. Это плюс. Это минус. Знаешь, почему? Ну, минус ты устаешь, но плюс это внимание. Нет. Смотри, вот я сейчас с тобой разговариваю. Если бы я была без толстовки, ты бы не смотрел мне в глаза. Поверь. Ладно. Это надо проверить. Никита! Ну-ка. Так. Ладно, короче. Ты устаешь... Ну, да, внимание, не желательно... Половина шоу про мои сиськи. Что происходит? Обсуждаем сиськи, Даша. Блин, сиськи. Как так? Подожди. Это надо как-то... Как? Забили. Погнали дальше. Все. Мы не туда уходим. Тут 18+. Повтори вопрос еще раз. Как что? Звучит как-то грубо. Сиськи. Сиськи звучат как сиськи. Сиськи нормально, да? Сиськи нормально. Позитивно. Сиськи даже лучше. Сиськи так сиськи. Сиськи. Иметь сиськи это круто. Но Даша, я считаю. А Даша говорит. Нормально. Если у вас меньше четвертого. Остальное тяжело. О, хавай пончики. Давай, Врой, я погнал. На что похоже половина яблока? О, я знаю этот. На жопу? Нет. Нет, это... Это легкий. Мы в детском садике это задавали. Давай, думаю. О, в детском садике, ну сейчас. Вот половина яблока. Представь ее. Половина яблока, да? На что она похожа? Вот половина яблока, она похожа на... На вторую половину яблока, господи! А это же так легко, правильно? А? Нет. Легко, легко, да. Следующее. Сколько градусов в одном Фаренгейте? Девять. Столько же, сколько и углов в второугольнике. Сумма углов. Пять. Первая однерка. 180. Изи. Каждый день твой за чай. Простил бы ты измену, случалось ли в твоей жизни такое? Ооо. Ммм, ммм. Люблю про измены слушать. Рассказывай. Нет. Мне... Короче, по-моему, не изменяли. Да откуда мы знаем? Разве если кто-то изменит, он тебе признается в этом. А во-вторых, я бы не простил. Но мне было бы максимально пофиг. Да. То есть ты сейчас не признаешься? Упс, нет, нет. А я сейчас на ней не встречаюсь. А тебе было пофиг, если бы тебе изменил, что бы ты сделал? Знаешь, вот этот тренд в ТикТоке. Угу. Любить реально? Нет. Это просто тренд в ТикТоке. Ну, я по... Мне настолько пофиг. Никита, ты помнишь? Ты запомнил, да? Я надеюсь, ты запомнил тренд в ТикТоке. Пончик видишь? Нет, я его очень сильно люблю, он меня тоже очень сильно любит. У нас все хорошо в отношениях и вообще все будет замечательно. Понятно. А вот мне вообще как-то пофиг. Вот если мне даже изменят, я просто уйду. Ну, вот сейчас говоришь. Нет. Ты просто свою любимую не нашел. Возможно. Ну, короче, мне как-то... Мне столько людей на земле, реально, вот... Сколько? Много. 7 миллиардов, по-моему, людей на земле. И ради одного пари... Уже 8, пока я это говорил. Короче, и париться ради одного человека максимально тупо, мне кажется. И... Ну, не твое, так не твое. Придет следующее. И мы перешли к следующему раунду. Москва 100, Ярославль 1000, Архангельск 500. О чем идет речь? Тут хруст безе слышен, я не люблю безе. Ну, ладно, я с ним. Хорошо. Да, в этом раунде мы должны есть торт и отвечать на вопросы. Москва 100, Ярославль 1000, Архангельск 500, о чем речь? Это тоже безе. Ну, почему? Нет, безе неправильный ответ. Крем внутри, я буду ковырять крем. Знаешь... Я думаю, насчет вопросов не отвлекай меня. Хорошо. Сейчас, подожди. Да, какой потолок? А думаю, просить. Да. Да, ответ сиськи. Ответ сиськи. Ну, ладно, давай подумаем. Москва 100. Так я знаю, ответы, зачем думать. Это Москва, это здоровое. Я думаю. С тортом, не отвлекай, пожалуйста, на свидание. Москва 100, Ярославль 1000, Архангельск 500. Количество больниц? Да, да, больных вообще в целом. Это нелогично. Население. В Москве вот сейчас где-то нас тут примерно 10, еще человек 90 гуляет по улицам. Я не хочу есть тортик, пусть я и проигаю, но он безе. Смотри, у блогеров этого много, так думают. Деньги? Да. В смысле 100? Ну, ответ, ответ какой. Ну, типа, ты пришла к... Деньгам. Благодаря чему? Я не дружу с человеком, который приключает эти слайды. Правильно, короче, забейте хрен. Это изображено на купюрах. А-а-а-а, гад. Че, погнали. Название... У меня тенге только, Нурсултана забывайте. О, кстати, да. Название первого фильма в мире. Я, кстати, слышал про это. Мультфильма или минафильма? Нет, фильма, в целом, вот первый в мире. Я в гифках ВКонтакте видел. Там прикольно. Там люди сидят, им покажут этот фильм, и они разбегаются, потому что думают, что это... Поезд там был. Ну, да. А название, я думаю, это можно засчитать. Там был поезд. Прибытие поезда. Я думаю, это можно засчитать. Я помню. Сколько раз в день ты получаешь дикпики? Да нет, походу ставят наши сиськи сюда. Смотрите, тут вопросы. Мама, не смотри это видео. Я хочу жить. Мама, привет. Если честно, я до сих пор ни одного не получила. Жду. А, ладно. Не, шучу. А это ставят, это ставят. Я шучу. Никита! Так, нет, нет, все. Я вообще... Тип-си передача звала его, угрожай мне, сейчас я тебе угрожаю. Никита, твой деток. Не надо меня, не надо меня угрожать. Ладно. Она просто пришла с парнем. Я не хочу. Это отвратно. Это вообще неприемлемо. Не стыдно такое вообще отправлять женщине. Стой, да. Контусию, это колечко. Видишь? Ты сделала предложение? Нет, пока что. Летает. Ладно, ладно. Вода даже не шевелилась. Тебе не присылают дикпики, да? Мне ни разу не присылали. Но ты не жаляешь. Нет, мне один раз прислали, но это прислали в мой фейк. И я типа такая сижу. Тебе прислали? Мне было лет 14, по-моему. У меня сейчас 17, мне было 14 или 15 где-то. И я просто сижу со своего фейка, чекаю истории моих одноклассников, потому что из основного это был бы кринжовый, потому что меня в классе не очень любили. И я такая типа чекаю, чекаю истории. И тут мне прилетает сообщение, а у меня был аккаунт по типу просто девчонки с охраненкой на ави. Знаешь, такие, которые раньше были там. Вот это вот. Закрывали лицо. С челочками, что я помню. Да, да, да. Вот у меня такая была фотка. И мне прилетает просто привет, красотка, давай познакомимся и фотка. Ну сразу, чтобы понимать, зато что, время пойдешь, время потеряешь, когда знакомиться будешь. Че терять? Понял. Он сразу отпугнул. Это ужас был. Я сижу такая, что происходит? Блин, такая тупость. Ну пацаны, если кидаете, ну там фотошоп же есть, ну увеличите, ну чтоб хотя бы пришла. Прикинь, дверь на фоткин-то вот такая. Растянули. Какой полуостров жалуется на свою величину? Ой, я знаю ответ. Давайте так, сразу. Полуостров. Полуостров. Жалуются на что? На свою величину. Вот Евразия, это же континент, да? Это не полуостров. Мы пойдем издалека, чтобы не тупить. Сейчас не говоришь, что это Австралия или Австрия. Я знаю ответ. А где он вот? Я не знаю, где он находится, я просто знаю ответ. В... А ты реально знаешь? Да. Говори. Полуостров, подожди, полуостров. Он жалуется на свою величину, им не нравится, какого он размера. Большой. То есть... Наоборот, маленький. Если никто не будет жаловаться, что у тебя большой. Я слышу, что у тебя большой, ты жалуешься? Где твоя логика? Нет. Я просто сижу молча. Блин. Ты жалуешься, если у тебя... Невать. Маленький, ну маленький. Ну исходи из логики. Жалуются, японцы жалуются, что у них малень... Ну что у них маленькая земля. Да кто? Какой полу... Назовите хоть один полуостров. Просто, чтобы я вник. Вдруг у меня дальше пойдет, поэтому. Думай. Один... Кольский, да? Дальше. Кольский полу... Так, подождите, не время есть, надо думать. На В. В. Да не Ватикан, в. Не на В. Не на В, тем более. В. Не на В. Вы все знаете? Они все смеются. Они все знают. Ты выбирай, или ты ешь тортик, или ты говоришь ответ. Да, я ем тортик. Подсказка, первую букву. Я. Е. Я. Я. Майка. Нет. Ямайка, это я майка. Это я одежда. Почти. Ямайка? Я маленький. Я. Мне тяжело. Ну что ты мне показываешь, что это? Я. Я вот такой. Это какой? Миниатюрный. Я. Почти. Маленький. Только сократи слово маленький. Яма. Есть мат на казахском языке такой. Я. О, подожди, сейчас вспомню. Ямат. Я. Яма. Я. Ямал. Да. Что это такое? У меня тройка по географии, даже ясно. У меня пять. Оценки решают, да, мам? Поехали в Париж, посмотрим на пирамиды. Поехали. Самый странный диалог. Давай. Ладно. Так, это наркомания. Кто написал картинку «Звездная ночь»? Ой, это легко. Что за картинка «Звездная ночь»? Серьезно, ты не знаешь? Я не интересуюсь, походу, этим. Я вообще не интересуюсь. Давай. Это Куренич. А Месси, это вратарь? Футболист. Ну. Он не вратарь. А кто? Футболист. Она в первую очередь. Футболист. Нет, где он стоит? Я не знаю, на поле бегает, матчи, мяч, пинает. А за то, кто написал картину «Звездная ночь», она знает. Ты вообще сказал, что в Париж поедем пирамиды смотреть? Это да. Я специально, чтобы вы поняли, что я хорошо знаю географию. Если я мало, я просто налажал. Вот он отличник, мам. Ты тоже хотел, чтобы я на Пирище училась? Не, у меня была одна четверка. То есть отличники это там вообще ребята, они вообще ничего не знают уже. У тебя пять по географии, да? Да, да. Я контрную карту обратил. А по русскому, раз ты не знаешь сокрещение слова «маленький»? Четыре? Я ж не знаю. У меня три. Что такое «Звездная ночь»? Это какая-то известная картина? Это известная картина. Это картина. Стоит парень. Может, не стоит. Парень. Там она еще на телефонах, на обоях сейчас состоит. И там «Звездная ночь». Да? Мама, забери меня обратно. Что ты махаешь мне кресло? Это не так. Не надо в нему подсказку. Смотри. Это самая главная подсказка. Вот это. Что это такое? На переднем плане картины. Вот была картина. На кресле «Мерседеса Бенса» сидит моя принцесса на пиво. Что на переднем плане? Нет, ты дальше пой. Я не буду говорить больше. Все. Мне нужно угадать, кто написал. Да. Их же не рисуют, а пишут. Да. Ну просто картина. Вот это вот. Я не знаю. Я вживый. У меня по ИЗО было тоже пять. Ван Гог. За меня мама рисовала рисовать. Ван Гог. Как я и говорил. Господи, я вас проверял. Это вообще. Вы так ведетесь. Я актер. Видели, как сыграл? Мама, он отличник. Мама. Ребят, нет. Ну кто Ван Гога проходит? В школе вообще проходит Ван Гога? Да. На уроках ИЗО. Да. Знаешь, какой у нас урок ИЗО был? Приходила женщина. У нее вот такие вот коньяк. Вот так вот. И там, типа, ну коньяк. И она такая заходит уже чуть-чуть под шофе. Ставит бутылку коньяка и говорит. Смотрите, они чуть-чуть переместились, рисуем по новой. Вот мой урок ИЗО. Да. Типа Ван Гог. Она сама не знает. Я сейчас сказать. Она такая, что реально? За это надо выпить. Ну потому что, ну. Да знаешь, что предлагаю? Согласен. Я исправлюсь. Я исправлюсь. Ты молодец все равно. Да. А эти все вопросы были? Не знаю. Нет, мне кажется, еще один будет. Который меня добьет вообще к чертям. Как ты переживаешь о восставании с Настей Рыжик? Стритник. Давай. Настя, ты это видео. Настя. Ну вообще. Я же попросил без таких вопросов. Да ладно. Нормально. Нормально. Мы остались с друзьями, и это главное. Нормально я переживаю. Ну, мы друзья. Зачем переживать? Мы дальше общаемся, живем в одном доме. Поэтому все круто. И это, если что, не очко, а все окей. Ты арбузер. Абьюзер? А я арбузер. Арбузер, да. Арбузер. Ты арбузер. Но арбузер, это даже звучит так, типа, круто. А абьюзер, нет. Я не абьюзер. Токсичные отношения, это не то, что надо. Я уже сам запутался. Короче, все окей. Как запутать человека взглядом. Да, да. Это не слезы, это просто вода. Все нормально. Мы друзья. Всем спасибо. Выпьем за это. Давай. Все. Ребята, спасибо. Это было шоу «Мамины подруги». В гостях у нас сегодня была Даша Дошик, Леша Янгер. Надеюсь, вам понравились дипики, сиськи, расставания. Ну, все, что мы сегодня пообсуждали. Вот. Мама, не смотри, это твой отпуск, пожалуйста. Я хочу жить. И... Она же специально посмотрит, знаешь? Да, если тебе не скажешь, мне кажется, вряд ли она ее... А прикинь, там казахские тренды сразу... А ей что-то удовольствием скажут. Ей скажут, твоя доченька. Между прочим, что-то удовольствием. Мама Даша. Она у вас очень хорошая. Это на самом деле, на нее надавили. Сзади стоит человек и заставляют ее это говорить. Поэтому... Он арбузер. Я еще и арбузер. Нет, Настя, держись. Чего? Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши социальные сети. Ставьте лайк и ставьте комментарий под это видео, кто справился лучше. Вот такие дела. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok